так что там у зверька интересного ну блин опять реклама ну раз реклама так реклама ребята если вы хотите знать новости обновления патчи и слухи мобильного гейминга то переходите по ссылочке в описании а также по секрету мы проводим стримы по вашей любимой игре увидимся на канале диссонанс мур привет друзья с вами зверько а это зеленый гайд на русалочку а на кадиту ввели ее сегодня и конечно у людей возникают вопросы покупать ее или нет как работают скиллы и что со сборкой я как всегда представлю вам свой вариант а как им распоряжаться дело ваше начнем с навыков пассивка талософобия каждые 30 секунд кадита получают благословение морей пассивка триггерится на первый вошедший урон и образует пузырь вокруг кадиты на четыре секунды после чего пузырь исцеляет ее на 65 процентов от полученного урона пассивка позволяет более смело инициировать прокаст кадиты дело в том что для применения ульты нужно находиться близко к противнику то есть мы получаем неизбежно урон и если выживаем исцеляемся на 65 процентов что довольно неплохо эффект можно усилить оракулом но это спорное решение первый навык причуды океана кадиты запускают волну и ныряют в нее наносит урон проносясь вперед и назад замедляет противников на 70 процентов сильно уменьшают урон по кадите когда она в волне а также кадиты игнорируют почти весь контроль в волне разве что вы не примените навык в мин ситара или пахал карту в упор дальше больше если вы в волне нажмете первый навык кадита выпрыгнет из волны а сама волна понесется дальше если вы в волне нажмете второй навык он активируется через секунду на месте кадиты а она сама опять выпрыгивает из воды а еще также можем использовать ульту подплываем в волне к противнику и прожимая мульту более подробно будет в тактике второй навык Дыхание океана. Кадита колдует на область, где произойдет всплеск. Он наносит урон противнику и подкидывает того в воздух на полторы секунды. Между прокастом и подкидыванием примерно 2 секунды. Если вы играли много на вексане, проблем с навыком не будет. При использовании из волны, подкидывание происходит быстрее, как я уже и говорил. Вкачивание этого навыка не ускоряет его перезарядку, а вот у первого навыка ускоряет, поэтому лучше упор делать на первый навык. Ульта. Бурные волны. Кадита ныряет в глубокие воды, разбрызгивая вокруг себя волны, которые наносят урон, разлетаясь и возвращаясь. Первые волны наносят урона больше, и как в случае с Гассеном, навык лучше применять в упор. Но в отличие от Гассена, Кадита под водой не восприимчива к контролю и урону. Этот навык очень приятно использовать против милишников, которые вознамерились вас забить в упор. Так же, как и с первым навыком, можем использовать для отступления. Но первым навыком мы можем пересекать препятствия, а ультой нет. Итак, как мы видим, всеми навыками надо прицеливаться, и у них есть задержка перед уроном. Это требует от игрока предсказывать движение врага, быть точным и ловким, как игра на убийцах. Легкая игра на ней прекратится, как люди привыкнут к ее инициации убийства. Дополнительные способности. Мне приглянулись два. Это щит, что позволяет порой пережить неудачное применение ульты, и спринт, который позволит покинуть поле боя, когда два наших навыка на перезарядке. Эмблемы стандартно магические, с третьим навыком. Можно и со вторым, но вот такой я человек. Тактика. Мы можем кидаться в противника, не подходя к нему первым и вторым навыкам, но от второго легко вернуться, поэтому чаще им накрываем крипов, а первый навык придется прожимать дважды, чтобы не плыть на урон. Кадита медленно забирает лес, поэтому лучше идти на фланг и с персонажем, имеющим контроль, иначе вам придется играть в вангу, предсказывая поведение противника. Хотя я тут играл с тигрилом, и мне приходилось еще предсказывать, когда ему давление в голову ударит, и он возьмет и оттащит противника, которого я нацелился убить. Первый навык – универсальное средство атаки, защиты и перемещения. Впрочем, как и остальные три. Например, на вас несется зелонг с явными намерениями. Введите его активацию второго навыка, прыгайте в волну и в него. Можете сразу прожать второй навык, или подождать, когда подбежит зелонг, а он подбежит. Подкидывайте его в воздух вторым навыкам, и сразу жмете ульту. Если пережил первые волны, преследуйте его под водой, чтобы возвратом добить его. С магами, которые остаются на месте, проще. Подплываете в волне к какому-нибудь ультующему горду, а их в ранге встречаем часто, и ультуем у него под ногами. Главное не словить контроль от другого противника, потому что перед ультой кадита выпрыгивает на секунду на поверхность. Серии прокастов могут быть разные. Если массовый бой, используйте сначала второй навык, и к противнику несетесь первым. Их подбрасывает, вы ультуете. Если вам надо кого-то задержать, плывете первым навыком на перерез, применяйте второй навык. Куча вариаций. Все зависит от вашей фантазии и привычки, но на простой геймплей не надеетесь. Сборка. Вот вам моя рабочая сборка. Возможно, вы соберете другую, и это норма. Обувь демона. Я предпочитаю не задумываться о мане. Пылающий жезл. Он хорошо работает с ультой и в массовых боях. Можете поменять на жезл молний. Мимолетное время. Вот этот предмет must have в групповом бою. Вы как Гассен будете попаливать противника с заклятиями, и сможете уйти в критичный момент. Концентрированная энергия для восполнения здоровья после инициации боя, поскольку в нас так и так урон будет прилетать. Ожерель и заточение. Антихил. Увеличит и ваш отхил, и кд навыков. Священный кристалл. Увеличит урон. Сборка направлена на постоянное участие в боях, с упором на массовые. На этом все, друзья. Скорее всего, кадита понравится не всем, но она довольно интересный маг. Если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь им с друзьями, и конечно ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok